Создано специально для сайта кинотеатра Охотника. Слово по Дубному. Поддубный Виктор Александрович, Г. Екатеринбург, эксперт первой категории по породам и полевым испытаниям спаниелей, председатель секции спаниелистов Екатеринбургского городского ООЕР, безусловный авторитет в своей среде, Г. А. Попробую описать несколько интересных случаев из охоты с моими собаками, говорящих об эффективности спаниеля в процессе охоты. Под эффективностью я понимаю такую работу собаки, благодаря которой птица была добыта исключительно благодаря собаке и во всех остальных случаях она была бы неизбежно потеряна или не попала бы под выстрел. Первый мой спаниель. Нольвик 2663. Рождение 8 июня 1986 года, правнук Ажик Минора. 1987 год, начало сентября. Первое поле Нольвика и одна из его первых охот, и первый случай, достойный внимания. Охотимся на утку среди водоемов размером от 10 на 20 метров. До 100 на 300 метров. Разбросанных по поями реки. Подходим к сильно заросшему водоемчику, и я замечаю в окошке густой травы крякового селезня. Стреляю на взлете. Бит чисто, но после падения несколько секунд бьется, запутывается в густой ряске, несколько притапливается ниже уровня воды и затихает. Собака плывет по направлению выстрела и, хотя не видела птицу и на утиной охоте впервые, попадает в нужное место, не находит селезня, делает небольшой круг и вдруг опускает морду в воду почти по уши, достает из подрязки селезня и торжествующе подает его мне в руки. Случай второй. Ноль веку два года, второе поле. Стоим с товарищем на утиных перелетах по разной стороны большой лужи. Стреляем, что-то падает, находим, подбираем. Товарищ без собаки. Часа через два перехожу на его берег, чтобы помочь поискать ненайденных им уток. Он показывает мне место, где полтора часа назад на сухое поле нескошенной пшеницы упала, казалось бы, чисто битая утка, но он ее не нашел. Пускаю собаку. Немного задержавшись на месте падения утки, Спаниэль делает круг, находит выходной след и по прямой ведет по полю к другой лужи, расположенной в трехстах метрах от первой. И совершенно уверенно из кромки воды и осоки той другой лужи достает подранка. Случай третий. Во время открытия осенней охоты на довольно большой пойменной воде по берегам ее стоят охотники, человек пять. На космической высоте, как говорят, с кислородом летит одинокий кряковый селезень. Естественно, все по нему честно одуплетелись, но он продолжает лететь. Метров через триста селезень начинает снижаться и еще через сто метров садится в пшеницу, не дотянув до очередной лужи метров двести. Ну что, ноль век, пойдем поищем, ориентиров никаких, чистое поле, только направление и примерное расстояние. Примерные пришли. Вперед. Классический поиск широким челноком, потяжка, подводка, тяжелый взлет, как тетерев, из пшеницы, удачный выстрел. А без собаки птица была бы потеряна. Случай четвертый. Открытие летней осенней охоты. Стоим четверо или пятеро по берегам большой лужи. Зорька закончилась. Утка почти уже не летает. Собака только у меня. Поэтому обхожу своих товарищей и помогаю им в розыске сбитых, но не найденных уток. Подходим все вместе к последнему из стрелков. Вот здесь, говорит, часа два назад упал кряковый селезень на сухое место, но недалеко от воды. И, нет его, все обыскал. Пуская собаку. Немного покрутившись на месте падения птицы, Спаниэль уверенно начал продвигаться вдоль кромки воды и берега и метров через 150 на глазах всей публики из-под берега с кряканем и хлопанем крыльями на воду вырывается под ранок селезень, а в упор за ним, едва не касаясь его хвоста, собака. Метров через 20 селезень ныряет. Собака, доплыв до оборвавшегося на воде следа и видя, что объект погони ушел под воду, также ныряет, полностью уйдя под воду, и через 3-4 секунды выныривает с селезнем в зубах и подает его под восторженные возгласы всех присутствующих. Случай пятый. Ярик. Моя вторая собака, правнук 0 века рождения 30 января 2000 года. Ярику 7 месяцев. Он проходит школу на таске и начал работать по болотной дичи. Кроме того, он только-только узнал вальчнепа и заработал по нему. С глухарем не встречался. С его запахом тоже. Идем глухой и заросшей лесной дорожкой по высыпкам вальчнепа. Ярик впереди метрах в 20. Вдруг приостанавливается. Поворачивает голову налево под прямым углом. Разворачивается сам и начинает неуверенную потяжку. Строго в сторону от движения по дорожке. Но вот в спаниеле возрастает уверенность, он ведет, не сбиваясь со следа, 20 метров, 50,70, 100 метров. Я уже понимаю, что так собака может работать только по бегущему глухарю, и едва поспеваю за ней. Ярик бежит впереди меня в высокой траве метров в 20. Я забегаю взглядом вперед собаки еще метров на 20 и вижу шею бегущего глухаря. Вот распустился веером хвост, через миг взлетит. И я нажимаю на курок, после выстрела Ярик подбежал к бьющемуся на земле глухарю, посмотрел удивленно, так вот, оказывается, кто так пахнет и быстро бегает. И как ни в чем не бывало лег рядом. Это была, как уже говорилось, его первая встреча с глухарем и к тому же единственная, когда на глухаре остались целыми все перья. Отдельная тема. Это охота со спаниелем по вальчнику. На эту тему можно, наверное, было бы написать отдельную книжку, но, ленив и вряд ли в ближайшее время сподоблюсь. Скажу лишь, что ни в какой другой охоте не требуется столько контакта с собакой, столько взаимопонимания, как на осенних высыпках вальчнипа. Чего только стоят нередко бывавшие работы, когда собака, точно определив местонахождение вальчнипа, делает стойку приостановку, поворачивает голову в сторону охотника и глазами как бы спрашивает, ну что, поднимать. Давай, одними губами, прыжок, фрер, бах, ай, молодец. Подай. Без ложной скромности скажу, что это птица и охота на нее, самая моя любимая, и моих собак тоже, ну и самая результативная. Последние годы Нольвика и первые годы Ярика порадовали нас следующими результатами охоты на высыпках вальчнипа. По годам и всегда в пределах нормы отстрела по сезонным путевкам в разных охотхозяйствах. 41 плюс 54 плюс 54 плюс 33 плюс 31 плюс 39 плюс 29 вальчнипов на одно ружье. Некоторые особо матерые спаниелисты из года в год ведут у нас между собой негласное соревнование по результатам охоты на осеннего пролетного вальчнипа. И, надо сказать, что некоторые из них весьма близки к побитию моих рекордов. А иные, возможно, и побили. Хотя это совсем не то соревнование, которое характерно для горячих мастеров стрельбы на осенних утиных валовых пролетах. Одним словом, приинтереснейшая эта охота, на высыпках по пролетным вальчнипам и, в условиях значительного сокращения численности глухаря и тетерева, едва ли не единственная возможность совершенствовать работу собаки и получать от этого удовольствие. Все-таки, чтобы там не говорили, а охота со спаниелем по утке носит скорее попутный характер в условиях Урала. К тому же эта охота в наших краях очень быстро заканчивается, так как к середине сентября утка уже уходит на большую воду и становится недоступной охотнику с собакой. Охоту же с собакой с лодки я вообще считаю полным издевательством над собакой. Не собачье это дело. Мокрый трястись при осенних температурах на зорях несколько часов, чтобы 3-4 раза сплавать и подать, тогда как, имея лодку, это с полным комфортом мог бы сделать и сам стрелок-охотник. Да простится это мне, но я скорее бы и назвал его стрелком, а не охотником. Все иллюстрации из книги можно найти на сайте кинотеатра Охотника.